Второй год подряд Ратуша принимала важное городское событие – презентацию туристических возможностей столицы. На выставке гостей познакомились с музеями, объектами общественного питания, спортивного, медицинского, культурно-познавательного и промышленного туризма. В 2022 году Минск посетили гости из 150 стран. Одна из центральных площадок, она останется, это площадка верхнего города, хотя добавляется несколько других интересных локаций. В том числе в большем виде мы представим, чем это было в прошлом году, Дни культур наших партнеров. Это города-побратимы, это и ряд стран уже заявились о том, что такие мероприятия, очень полюбившиеся нашим минчанам и гостям, будут проходить именно на этой территории. Конечно, особое внимание уделим и местам размещения, надеждой на то, что сезон туристический в городе Минске будет насыщенным. Каждый день у ратуши в полдень будет проходить интерактивная программа. Все желающие смогут попробовать подобрать ключ к замку от сунтука, в котором лежит сувенирная монетка. Для притяжения как жителей, так и гостей столицы к историческому центру города Минск. Мы все знаем, что у нас есть летний музыкальный туристический сезон, это отдельная программа, но мы вышли с идеей, чтобы ежедневно из стен ратуши или около стен ратуши проходила театральная перформанс. Мы все прекрасно помним, что ратуша, это где раньше хранились деньги, будет выходить войд, будет рассказывать об истории, которую хранит сама ратуша, и предлагает гостям и жителям столицы поучаствовать в театральном действии. Завершилась презентация подписанием соглашения о сотрудничестве с Новгородской и Пензенской областями. Каролина Прокофьева, Илона Глинистая, агентство Минск Новости.